Всем привет, мои дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим великолепный торт без использования духовки. Посмотрите, какой праздничный, нарядный вариант. Если вы хотите посмотреть, как я готовила этот вкуснейший торт, добро пожаловать ко мне на кухню! Приготовим блинчики для торта. Для этого нам понадобится 4 яйца, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара. Перемешаем это все с помощью миксера. При желании, конечно, можете замешивать с помощью венчика. Так тоже легко и просто можно замешать тесто. Затем нам понадобится 400 миллилитров молока. Вливаем где-то третью часть молока к яйцам. Перемешаем. Всыпаем муку. У меня здесь 200 граммов обычной пшеничной муки и 50 граммов рисовой. Перемешиваем до однородного теста. Тесто должно получиться полностью однородным, без комочков. Пройдусь лопаточкой по стенкам своей формы, чтобы снять не размешавшуюся муку. Еще раз перемешаю и волью оставшееся молоко. Добавляю пищевой краситель красный. У меня это пищевой краситель топ-продукт. Добавляем полторы или одну чайную ложку. Этого будет достаточно. Я добавила полторы чайной ложечки. Убираем миксером, нам больше не понадобится. Сейчас мы будем доливать воды в тесто до необходимой консистенции. Количество воды будет зависеть от того, какая у вас мука по влажности, по качеству и какие яйца. Тесто должно быть жидким, текучим. Тогда блинчики будут более тоненькими. Мне для необходимой консистенции понадобилось 130 миллилитров воды. Оставляем тесто постоять минут 20, чтобы глютен разошелся и блинчики были более эластичными. И затем можно будет приступить к выпечке наших блинчиков. Тесто отдохнуло. Вливаю в него 25 граммов растопленного сливочного масла. Перемешиваю и можно приступать к жарке блинчиков. Кстати, для большей аутентичности во время замешивания теста можно заменить 10 граммов муки 10 граммами какао-порошка. Я же когда не хотела почему-то это делать, поэтому решила сделать без какао. Но оригинальный рецепт с какао хотите добавляйте. Сковороду хорошенечко разогреваем, смазываем растительным маслом и наливаем необходимое количество теста, чтобы был тоненький блинчик. Слишком много теста не наливайте, чтобы блинчики были действительно тонкими. Выпекаем блины с обеих сторон по одной-две минутки. Когда блинчик сверху станет матовым, можно осторожно его переворачивать. Выпекаем таким образом все блинчики. Сковороду смазываем по необходимости. Посмотрите какие красивые блинчики получились. Теперь обрежу каждый блинчик кольцом диаметром 18 сантиметров. Можно этого не делать, если для вас не имеет большого значения и тортик для домашнего чаепития. Пока блинчики остывают, приготовим крем. Итак, для крема взобьем 250 граммов жирных сливок жирностью 33 процента. Сливки взбиваем до такого плотного состояния, до плотных пиков и вставляем пока в сторону. В отдельной емкости соединяем 250 граммов сыра рикотта, 250 граммов творожно-сливочного сыра крем-чиза и 100 граммов сахара. Перемешиваем до однородности с помощью миксера. Венчики после сливок можно не мыть. Добавлю немного сливок. Перемешаю с помощью миксера. Все, крем смягчился. Теперь добавляю оставшиеся сливки и вмешиваю с помощью лопаточки. Этот крем можно готовить и проще. Можно просто объединить все ингредиенты. Сливки отдельно не взбивать и вбить до однородности с помощью миксера. Но у некоторых не получается крем таким образом готовить. Поэтому для подстраховки можно вот таким вот образом сделать, как сейчас сделала я. Вбить отдельно сливки и затем все вмешать в сыр с сахаром. Вот такой прекрасный крем получается. Он отлично держит форму. С помощью его даже можно делать шапочки на капкейке. Вкус прекрасный, сливочный. Крем-чиз не ярко выражен. Это для тех, кто не любит крем с ярким вкусом крем-чиза. Этот крем отлично подойдет. Давайте собирать наш торт. Смазываем каждый блинчик кремом равномерно. И таким образом собираем весь торт. Чередуя блинчики и крем. Все блинчики сложила. Крем осталось немножечко. Использую его для украшения торта. Сейчас помещу тортик в кольцо. Предварительно оберну его ацетатной лентой, чтобы он был более ровным. Долго его пропитывать не нужно. Только несколько часов, чтобы крем охладился. И тогда торт будет легче нарезать. Сверху затяну пищевой пленкой, чтобы блинчик верхний не подсыхал. И отправлю в холодильник. Торт постоял в холодильнике 2 часа у меня. Снимаю кольцо. И ацетатную ленту. Сверху торт покрою клубничным кули. Для него нам понадобится 150 граммов клубники. Это может быть как свежая клубника, так и замороженная. У меня была замороженная. Я чуть-чуть ее разморозила и нарезала на небольшие кусочки. Добавила 7 граммов крахмала. И 25 граммов сахара. Все перемешаю и отправлю на огонь. Уварю до загустения. Если клубника свежая, сюда же необходимо добавить столовую ложку воды. Для более яркого вкуса добавлю еще немного лимонного сока. Крахмал начинает завариваться. Дождемся появления пузырьков. Еще где-то 15 секунд подержим на огне. Постоянно перемешиваем. Иначе будет привкус крахмала в готовом кули. Даем крахмалу завариться. И снимаем с огня. И выкладываем на торт остывшее клубничное кули. И из оставшегося крема сделаем такие импровизированные розочки. Вот такой вот аппетитнейший торт у меня получился. Торт нежнейший. Он очень хорошо нарезается. Это просто божественно. Посмотрите, какая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...